Сегодня мы поверхностно ознакомимся с САС-2 и САС-4 аккордами. Их фишка в том, что в отличие от тех же трезвучий, к примеру, которые мы разбирали в предыдущих уроках, они обладают нейтральным звучанием и не являются ни грустными, ни веселыми, за счет того, что у них изначально отсутствует терция, которая и определяет настроение аккорда. Давайте сейчас разберем на конкретных примерах. Допустим, мы находимся в нашем натуральном миноре и попробуем построить трезвучие, к примеру, от первой ступени. В данном случае это будет минорное тоническое трезвучие. Его формула малая терция плюс большая. И, соответственно, ступени данного аккорда первая, третья и пятая. Для того, чтобы превратить это минорное трезвучие в САС-2, нам просто нужно терцию, то есть третью ступень, заменить на секунду, то есть на вторую ступень. В данном случае она в этой гамме будет располагаться на полтона ниже. Третья ступень данного аккорда. Вторая ступень данного аккорда. Попробуем заменить. Как слышите, аккорд сразу приобрел нейтральное звучание. Грустное звучание. Нейтральное. Минорное трезвучие. САС-2. В данном случае у нас получилась формула большая секунда плюс кварта. Но относительно тоники этого аккорда, это большая секунда и все та же квинта. То есть тоника и квинта остались на своих местах. Поменялся только центр аккорда. Если это терция, звучание характерно грустное. Если терцию мы понижаем до второй, оно становится нейтральным. По аналогии, если эту терцию мы повысим до четвертой ступени, у нас получится аккорд САС-4. Еще раз трезвучие. САС-4. В данном случае его формула кварта плюс большая секунда. Наоборот, относительно тоники кварта и квинта. Я думаю, принцип понятен. То же самое мы можем сделать и с мажорным трезвучием. К примеру, возьмем трезвучие от седьмой ступени. Оно у нас в данном случае мажорное. Вот она его терция. И по гамме вторая ступень от этой третьей будет на тон ниже. Четвертая на тон выше. Соответственно, понижаем терцию до второй. До секунды. Получаем САС-2. Повышаем эту третью ступень терцию до четвертой. До кварты. Получаем САС-4. Я думаю, принцип понятен. Исходя из этого, мы понимаем, что для того, чтобы построить, к примеру, САС-2 аккорд, который мы рассмотрели ранее, нам необходимо, чтобы от нашей ступени в гармонии мы имели и квинту, и большую секунду по гамме. То есть, если мы, к примеру, берем первую ступень гармонии, и от нее по гамме идет и большая секунда, и квинта, то мы можем смело строить САС-2. Сделаю маленькое уточнение. Именно в такой форме, которую мы разобрали ранее. Соответственно, если мы хотим построить САС-4, нам необходимо, чтобы от ступени по гамме шла кварта и квинта. Смотрим. От первой ступени кварта есть? Есть. Квинта есть? Есть. Все. Можно использовать это как лайфхак для ориентирования и смело строить САС-4. Мы никогда не ошибемся. Но в этой гамме также есть пару интересных вариантов этих САС-2 и САС-4 аккордов. Давайте сейчас разберем их более детально. К примеру, если мы захотим по такому же принципу построить САС-2 аккорд от пятой ступени нашей тональности, от которой у нас идет минорное трезвучие. А я напоминаю, что мы находимся в натуральном миноре, а не в гармоническом. Если мы посмотрим на расположение ступени в этой гамме, то мы увидим, что от пятой ступени гармонии у нас идет малая секунда. Соответственно, если мы захотим это минорное трезвучие от пятой ступени превратить в САС-2, то вот эту терцию нам необходимо понизить вот до этой ступени, которая находится вот здесь. И в таком случае мы получаем довольно специфическое озвучание. Этот аккорд будет называться уже не САС-2, а САС-2 бемоль. Есть еще интересный пример здесь. Допустим, от шестой ступени мы захотим построить САС-4 аккорд. От шестой ступени у нас в этой гамме идет мажорное трезвучие. И, как я показал в лайфхаке чуть ранее, можно не париться и просто посмотреть, можно ли от ступени построить кварту и квинту. И тогда мы поймем, можно ли построить САС-4 аккорд, той форме, которую я показал до этого. Но от шестой ступени здесь кварты нету, здесь идет тритон. Соответственно, если мы построим от него САС-4 аккорд, уже не по кварте, а по этому тритону, получаем тоже довольно специфическое звучание. В данном случае это также будет уже называться не просто САС-4, а САС-4 диез. Но данные варианты лично я вообще никогда не использую, пока что не придумал, как это можно применить в музыке, но если вам они понадобятся, имейте в виду, что они существуют. И теперь по аналогии с тем, как мы расширяли наши трезвучия в предыдущем уроке, сыграем и САС-2, и САС-4 аккорды, которые мы сейчас осмотрели, в более широком расположении. Для этого действуем аналогичным образом. Берем в исходной версии, к примеру, наш САС-2, и для того, чтобы его расширить, мы просто вот эту вторую ступень перекидываем на октаву выше. Она у нас находится либо здесь, либо мы просто находим эту вторую вот на этой же струне, и строим вот сюда октаву, это абсолютно одно и то же. Просто подбираем наиболее удобную аппликатуру для нас, в зависимости от ситуации. И давайте попробуем. Берем исходную версию. Теперь вот эту секунду мы кидаем на октаву выше, возьмем ее, к примеру, вот здесь. А вот эту квинту, которая являлась верхним звуком в данном аккорде, мы просто возьмем вот на этой струне. И теперь припрусуем к ней нашу секунду, которую мы перекинули на октаву выше через эту квинту, и она фактически стала нонной в данном случае, то есть девятой ступенью. Еще раз. САС-2 тесный, САС-2 широкий. Я думаю, принцип понятен. Можно еще второй вариант просто через бары на второй струне, в зависимости от ситуации. То же самое делаем с АС-4. Берем в исходной форме. И теперь у него вот эту вот кварту мы также кидаем на октаву выше, а квинта останется без изменений, мы просто возьмем ее вот здесь. Соответственно, от кварта октава здесь, припрусуем ее к квинте, получаем широкий САС-4. САС-4 тесный, САС-4 широкий. Я думаю, принцип предельно понятен. Также эти САС-2 и САС-4 прекрасно чередуются с теми же трезвучиями от любой ступени и в тесном и в широком расположении. Опять же, на примере нашей первой ступени посмотрим. Трезвучие, САС-2. Теперь в широком расположении то же самое. Широкое трезвучие, широкий САС-2. Теперь, соответственно, трезвучие в тесном расположении, САС-4 тесный. Теперь трезвучие у нас в широком расположении, САС-4 тоже широкий. То же самое мы можем легко проделать и с остальными ступенями нашей тональности, когда будем строить от них аккорды.